МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане отметили День освобождения Смоленщины. Мы такие же люди, патриоты. Автопробег по местам боевой славы. Сегодня в нашей стране накоплен серьезный опыт эффективного военно-патриотического воспитания молодежи. В Десногорске создают юнармию. Ура! Закрытие спартакиады работников Атомтехэнерго. От этого места отъехал сразу, но уже в плюсе. Очередное ДТП в Десногорске. А теперь об этих и других событиях подробнее. Три депутата от «Единой России» будут представлять Смоленскую область в Госдуме. Сергей Неверов, победивший в 175-м одномандатном округе, Ольга Окунева, лидер в 176-м округе, и Артем Туров, который прошел по спискам партии. 25 сентября наша область отметила 73-ю годовщину со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Как праздник прошел в нашем городе, смотрите далее. Праздничная колонна начала свое движение в 9.45. И в 10 часов на Кургане Славы прозвучали позывные митинга, посвященного Дню освобождения Смоленщины от гитлеровцев. Отдать дань памяти погибшим в тех страшных боях пришли трудовые коллективы нашего города – молодежь и ветераны Десногорска. В митинге приняли участие руководители города и станции, духовенство и депутаты. 73 года назад, когда был возвильнут флаг на гостинице «Смоленск», был ознавинован момент освобождения Смоленщины. В этот день был освобожден Смоленск и город Рославль. Много погибло солдат, освобождая Смоленщину. Участники митинга возложили венки и цветы к могилам погибших воинов. А вечером на городской эстраде состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами ГЦД. В 73-ю годовщину освобождения Смоленщины в Десногорск прибыл из города-героя Смоленска автопробег «День за жизнь». Для чего земляки приехали именно в наш город, узнаете далее. Цель автопробега – привлечение внимания общественности к состоянию памятных мест Великой Отечественной войны. Сберечь и передать память о тех страшных событиях следующим поколениям. Одновременно из Смоленска стартовало три кортежа в разные стороны области. Всего автопробег занял три дня. Организатором мероприятия явился бизнес-клуб города Смоленск и отдел патриотического движения областной администрации. В Десногорске они посетили городское кладбище. Участники – бизнесмены малого и среднего бизнеса – с энтузиазмом откликнулись на предложение воздать почести погибшим на полях сражений. С нашей стороны встретили и организовали этот марш памяти Комитет по культуре и молодежной политике. Ответственность за проведение автопробега была возложена на молодежный центр Десногорска и поисковые отряды «Высота и за Родину». С удовольствием встретил участников этой акции и с радостью им показал могилы тех пойнов, которые сражались за нашу память, за нашу жизнь. Участники автопробега посетили захоронение неизвестных солдат и почтили память ушедших из жизни ветеранов. Надо показать детям то, что для них сделано. Потому что когда это дается просто в школе, какие-то уроки истории, это не то. А когда ты вживую приезжаешь, тебе рассказывают старожилы, что это было, как это было, как люди погибали. Это так трогают за душу. И вот мне кажется, вот именно вот это поможет детям в будущем сохранить эту искру, потому что они уже не знают столько, сколько знаем мы. На могиле неизвестных воинов в специальную капсулу была собрана земля. В дальнейшем она будет подписана и передана на хранение в архив областного центра. Неважно. Известные они, неизвестные. Они все равно отдали за нас жизнь. И мы должны им хотя бы посвятить один день. Потому что если бы они, может быть, не были в этой войне, мы бы могли сейчас быть в рабстве у немцев. Чувствовал гордость, что я собираю эту землю. За три дня акции «День за жизнь» участники автопробега посетили 27 памятных мест. Мест захоронений воинов Великой Отечественной войны. Находились они в разных частях Смоленской области. Естественно, и наш Десногорск. По завершении мероприятия гости отправились на прогулку по нашему городу. В преддверии дня освобождения Смоленщины в администрации Десногорска состоялось учредительное собрание по созданию юнармии. Какие решения были приняты, смотрите в нашем следующем сюжете. В ходе собрания был избран штаб будущей юнармии, куда вошли семь человек. Начальником штаба избрана Людмила Сохранич, воспитатель группы продленного дня средней школы номер три. Здесь же будет располагаться и штаб юных армейцев. Та работа и тот базис, который заложен в городе Десногорске, наверное, редко в каком городе нашей Смоленской области такой базис есть. Почему? Потому что те игры, мероприятия, слеты Отечества и так далее, которые у нас проводятся в городе, мы являемся лидерами и преддвергами во всем регионе. Все присутствующие поддержали предложение об учреждении местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в нашем городе. Ревизором местного отделения единогласно избран Сергей Компанец, заместитель директора по безопасности жизнедеятельности средней школы номер один. Шестая комплексная спартакиада работников Акционерного общества «Атомтехэнерго» завершилась. Закончились состязания, победители получили заслуженные награды. Наша съемочная группа провела со спортсменами пять дней. О том, как прошел заключительный день, смотрите в нашем следующем сюжете. Пятый день спартакиады начался с финальных игр по волейболу. Азарт борьбы, эмоциональный накал и ожидание победы. Все это было в полной мере присуще в этот день участникам игр. До последней минуты было непонятно, кто станет победителем. Команды Балаковского и Ростовского филиалов шли ноздря в ноздрю. На последних секундах игры обе команды от победы отделяло всего одно очко. И вот последняя подача. И победу буквально вырвала команда Балакова «Атомтехэнерго». Эстафетную палочку переняли соревнования по перетягиванию каната. И здесь спортсмены не собирались отказываться от победы. По накалу страстей этот этап состязаний ничуть не уступал волейбольному финалу. Тут сильнейшими на радость десногорцев оказались работники смоленского филиала «Атомтехэнерго». И вот самый ожидаемый момент. Закрытие спартакиады и награждение победителей. Под бурные аплодисменты участники вышли на поле. Их приветствовал главный судья соревнований. Я хочу, чтобы тот позитивный заряд энергии, который вы получили, соревнуя здесь, помогал вам в вашей профессиональной деятельности. Хочу пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом и продолжали совершенствовать свои навыки и умения в различных видах спорта. Процедуру награждения проводили по трем категориям. Личное первенство, командное первенство и общекомандный зачет. Победителей награждали представители администрации города, директор смоленского филиала «Атомтехэнерго» и учебно-тренировочного центра, а также судейская команда. Победителем шестой комплексной спартакиады «Атомтехэнерго», а также обладателем переходящих кубка и флага спартакиады, в этом году стала команда аппарата управления предприятием акционерного общества «Атомтехэнерго». «Атомтехэнерго» «Самые позитивные эмоции, конечно, у нас, по-своему, в разных спорта. Заряд большой, заряд, но, естественно, у нас дети, такой же положительный, хороший. С таким настроением я уверен, у нас сегодня приехали с нас в хорошем настроении, еще были хорошие настроения. Приз памяти генерального директора «Атомтехэнерго» Эдуарда Сааковича Саакова, специально учрежденный Оргкомитетом, получил работник Смоленского учебно-тренировочного центра Анатолий Овечкин. Все призеры и победители получили грамоты, медали и кубки. По мнению директора смоленского филиала «Атомтехэнерго» Владимира Блохина, «Спартакиада» прошла успешно. Субтитры создавал DimaTorzok Проведение седьмой комплексной «Спартакиады» работников «Атомтехэнерго» в 2017 году планируется в городе Москва. Вчера вечером в Десногорске произошло очередное ДТП. Подробности в нашем сюжете. 25 сентября около 18 часов на автодороге в районе Дворца молодежи столкнулись два автомобиля. Нева-Шевроле под управлением мужчины и Opel, за рулем которого была женщина. Жертв нет. Водитель Нева-Шевроле, двигаясь по правой полосе при перестроении, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение. При оформлении протокола он не согласился со своей виной, после чего было вынесено постановление об административном правонарушении. Виновник ДТП водителя машины Нева-Шевроле. А женщина, естественно, она тоже нарушила, она двигалась без страхового полоса, то есть она не получит страховку. Теперь обоим водителям придется оплатить штраф и ремонт собственных автомобилей. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова